Строил побоище и уступил близком решении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну и конечно же продолжу свою мысль после титульного поединка против одноклубника и друга Саида Нурмагомедова Абдурахман реабилитировался, закрыл то поражение, пройдя крепкого Даниэля Вирджинио Ну и конечно же мы не можем не рассказать о предыстории этого противостояния Немного на взвешивании повздорили бойцы, была толкотня, развели их и такое бескомпромиссное поведение было как у одного, так и у другого В начале Ирмиса не пожал руку Абдурахману, а вот сейчас уже подал ее В общем, я думаю, нас ждет война, как говорится Бойна спортивная и бойцовская Тем более, кто знает лично Рахман войну тут, да Этот боец всегда за войну, за войну в клетке Знаете, и тяжелейшие удары Да, сходу начинают, поплыл немного Ирмиса Да, и попадает как раз в такой длинной комбинации из четырех ударов Рахман справа Опять скрывает Смотрите, помните одного из бразильцев на предыдущем турнире под номером 34 Лиги Ахмата в Москве Вот бразильц, который у Шамиля Яросханова тогда выиграл Он скрывал удар хайкик таким образом Бруно Азаведо, 30 номер в мировом рейтинге Да, очень сильный парень, и вот он также наносил этот хайкик Попытался что-то подобное исполнить Ирмисон, но тут же потерял констрацию и Рахман осуществил тейкдаун Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу Ирми Сен Смотрите, левый апперкот со стороны Ирмисона был очень быстрый И правый боковой в ответ от Рахмана, очень тоже точное попадание Но левый апперкот был в защиту, Рахман успел поставить как раз кулаки, которые перекрыли уже точность от Ирмисона И тут же среагировал, хорошая рефлекция, конечно, у Рахмана Да, базовый боксер, напомню Да, находится он на пике своих возможностей, пожалуй, физических, да и моральных, наверное, очень устойчивый боец Любит рискать, здорово, сейчас через левую руку подвел под удар справа Нормально ты принял, хорошо, продолжим дальше И тут же Рахман, знаете, что мне нравится еще в этом парне? Он никогда не отпускает своего любого визави, даже если он является очень опытным и титулованным Например, как Саид Нурмагомедов, он не отпускает даже такого парня, он все время работает плотно С Саидом Нурмагомедовым было действительно пятераундовое побоище И Абдул-Рахман выглядел очень достойно, очень равное противостояние было Кстати, тот бой был признан многими организациями, одним из лучших поединков за 2016 год Да, это очень справедливо Абдул-Рахман, когда Абдул-Рахман в клетке, это гарантия зрелища И все на защиту Вот это, конечно, базовый бокс Рахмана, он дает себе знать, никогда не пускает руки Может пропустить только там в размене, либо навстречу Навстречу, да, но никогда с дистанции Посмотрите, когда он заобразится И есть попытка треугольника, но одна, одна нога Хотя, посмотрите, пожалуйста Как здорово сейчас отработал Рахман, при том, что он вроде бы готовил треугольник Но тут же еще успел выкинуть сдвоенный справа И точно попал по Ирмессону Очень искусная работа в партере от обоих бойцов Несмотря на то, что поясов у Абдул-Рахмана нет Но его джиу-джитсу можно позавидовать, конечно Крэплингу в данном случае Нужно, конечно, давать вставать Абдул-Рахману, оппоненту Потому что его стихия, это все-таки ударная техника в первую очередь Ну уже все, примирились бойцы Как нестандартно сейчас бьет Ирмессон Чуть пол в прыжке И вдогонку после правой ноги Ножниц выкидал левую И она была очень опасна Рахман не пропустил Опять же, руки на месте Вот опять нестандартное действие стороны этого бразильца Левша, Ирмессон Очень интересный парень, конечно Да, бескомпромиссный парень Это было видно еще в поединке с Магомедом Бегулатом Да, и с Абельтаровым Русланом Очень нестандартный парень Слишком явно он пытался опрокинуть Рахмана И мог поплатиться за это, пропустить удар Но буквально рядом с целью Рахман выпустил два удара с рук Техника проведения тейкдаунов, конечно, очень хорошая Отработанная, доведенная до автоматизма У Ирмессона Кавальканте Советуют Абдулрахману Не пытайся выходить на прием Он все равно не даст сделать В общем, есть и такое мнение с зала Проблема Абдулрахмана всегда была в том Что он пропускает проходы, пропускает тейкдауны Пожалуй, это был один из немногих минусов В так называемой игре воина Но в последнее время он очень сильно прибавил и в этом аспекте Да, да, это совершенно точно Все-таки быстро встает Здесь у клетки работает И после рук тоже к коленовому случаю Жестко пробил, кстати, коленом Коленом очень сильно пробил туловище Ирмессона И есть перевод Партера от Абдулрахмана Какой же он воин Не переставил восхищаться этим человеком Все бои, которые осуществляет Рахмана Дудаев, они всегда яркие, красочные и невероятно эмоциональные Казалось бы, пропустил тейкдаун Но тут же встал, вернул все с лихвой в стойке И сам же перевел И концовка, и вот сейчас сирена Знаменовала окончание первого раунда И сейчас тут же выбегает тренерский штаб Рахмана И сейчас будет проводиться полноценная работа И в том числе консультация максимальная Прекрасный, прекрасный поединок, уважаемые друзья Мы с вами видим Как и всегда Нужно отметить и Ирмисона Кавальканте де Оливейро Это очень бескомпромиссный боец Из Бразилии Очень волевой, характерный Всегда выходит биться до конца Ни один бой Для его соперников не сложился Для них легко Всегда так же дает зрелище Он для любителей ММА Для болельщиков, для зрителей Уважаемые друзья Мы напомним, что Это одиннадцатый по счету поединок Сегодняшнего вечера Абдулрахман Дудаев против Ирмисона Кавальканте де Оливейро Всего тринадцать поединков нас ждет сегодня Вернее, одиннадцатый и ждет еще два Это первое выездное международное событие Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат Здесь, в Астане, в велотреке Сарай Аркад Рахман удивительно, конечно, что он в войне прямой Но он все всегда контролирует Он все видит Всех успеет заметить и обратить внимание Кто предметно наблюдает Даже в моменты перерыва Уважительные бойцы по отношению друг к другу Если и была какая-то вражда или недопонимание То все это уже ушло на второй план Рахман начинал с почтальона Левый, левый, правый Но, по-моему, все удары мимо цели Оказались Как легко У джитцера, очень крутого, у бразильского джитцера Переводят в партер Именно работа в корпус у Абдулрахмана доведена Как у греко-римского борца Он очень силен для этой весовой категории Под 80 килограммов весит он, когда отпускает Вес 77-78 Вот именно до этих пределов доходит его вес Да, и, соответственно, он тоже под 20 гоняет Да, и представляете, вот в такой легкой, а если бы точнее легчайшей весовой категории Насколько много сгоняет Абдулрахман И габаритами, конечно, он превосходит явно своего соперника Ирмисон мобилен Но как раз-таки мобильность Это также сильная сторона Абдулрахмана И поэтому в этом направлении каких-то плюсов Бразилиц из себя извлечь вряд ли сможет Для себя А у Ирмисона явно чувствуется Кровь индейцев присутствует Майя-ацтеки Латинской Америки Очень внешне похож он На индейца Но мы знаем, что в Бразилии Как и в любой стране Латинской Америки Есть, конечно же, привязка Подобную этичеству краснокожих У Ирмисона она прямо так чувствуется Сейчас было несколько действий С стороны одного и другого бойца Но чаще всего они не приводили к результату Единственное Вот как раз есть тейкдаун у Рахмана Есть тейкдаун и была вертушка Которую никак Абдулрахман не доведет до цели Сколько уже поединков он Сколько я много раз говорил даже Прибегает к этому оружию Только боев мы уже комментировали Этого прекрасного воина И он действительно ее бьет Все время не чувствуя дистанцию Все время она пролетает мимо цели Рядом с целью Где-то в сторону Но вот Главное, чтобы за этот промах не наказывали Это самое важное Да, в любом случае Выглядит это красиво и динамично И обычно пробивает Абдулрахман этот удар Не одиночный удар А именно после серии рук Но в данном случае как раз таки Был одиночный удар Насколько я понял И вот В стоке Ого парня Центр Клетки И вот Навстречу Правый мидлкик Рахман Смотрите Здесь как раз в этом бою Вы правы Сламбек Рахман выглядит как будто Тяжелее на одну и совую категорию Он своего Визави из Бразилии Хотя парень Он начал опускать Он руки средней дистанции Это не характерно Для Рахмана Второй удар Подряд пропустил Периодически достигают В ударе Ирмисона Кавальканта Свои цели Да, вот тот самый К счастью для Абдулрахмана Момент Пытается Сделать Скрывает он Опуская голову И туловище Естественно Сгинай Для того чтобы ненести удар Хайки Это уже не первый раз Пытается Кавальканта сделать Не получается у него До цели уже Довести Это действие Рахман очень подвижен Мы знаем это Может смещаться По разным сторонам На себя потянуть Может И вперед побежать И пойти туда Он Конечно Сверхмобильный Справа было попадание Но не такое жесткое А вот сейчас Без тоннажа Но точно Сейчас пропускает Левый Левый кросс Пропустил Очень сильный Рахман Но знаете Его даже не повело Хотя точно удар был С стороны Ирмисона Очень жестко Приложился первый раз Работает с одной ногой Ирмисона И вот здесь Искусство защиты Отталкивая голову Советует И смотрите Скантрил Скантрил Облурак Прекрасно Облурак Накрывает соперника Здесь как раз таки Вот эта физическая мощь Габарит Она и сказывается Да Это сыграло свою роль Сказалось Ну с небольшими Техническими знаниями Конечно же Возможность Зацепа Осуществление было Так же Ну и Хороший Контр Прием Вот здесь В дополнении Рахман После Неских ударов С рук Запускает Левую ногу Подсказывает А был Рахман В какой угол Нужно идти Ирина Александровна Кавальканта Знаете что мне еще В Рахмане Потрясает Это его Невероятные Функциональные возможности Он постоянно При том что он гоняет 20 килограмм Он прекрасно себя чувствует По функциям Он дышит Он мобилен безумно Он огромное количество Работы выполняет Я думаю что это Вот из Большого количества Бойцов Которые сейчас Выступают По ММА Один из немногих Который Теряет такое количество Килограммов Это 20 Да или под 20 Он настолько функционален И работоспособен Работоспособность Она его просто Потрясает Я думаю Многих специалистов Максим Очень точно Точно вы подметили Очень часто Бойцы Согнав вес Становятся Совсем другими И об этом Говорили многие Специалисты Что на тренировках И в полноценном Своем весе Они видят Одного бойца После сгонки веса И выхода в октагон Соответственно Неполного восстановления Боец Становится Совсем другим Это проблема Современного ММА И вообще сгонка веса Это серьезная проблема Сегодня в боях Об этом не раз говорили И Михаил Малютин Говорил Представитель клуба Ахмат Что мог бы продолжать Еще несколько лет Но эта сгонка Его выматывает И к сожалению Наверное он уже будет Вынужден Совсем скоро Завершать карьеру Да Но вот интересно Продолжить вашу мысль Асланбек А когда будет Введен допинг-контроль Вот в наших промоушенах Это по-моему Вообще изменит Ситуацию В лигах Во всех Да Согласен Очень серьезно Ну и вот к бою К бою Это отдельная тема Для разговора Мы ее можем Конечно Долго очень обсуждать Знаете Потрясающий поединок И что очень нравится Также в бразильце Что он Старается максимально Сопротивляться И не просто Сопротивляться Но и противостоять Успешно Рахману Посмотрите Добивание Это конечно Трудно назвать Контроль И активность Он Расцепил Этот замок Удивительно И при этом Защищался от ударов Руками Потрясающе Очень разносторонняя работа Здесь эмоции Мы слышим Они Может быть Некоторые слова Несутся в эфир Но Это Тренерский Цех Так работает Это нормально Посмотрите Что происходит Сейчас Попытка треугольника На руку Не дает ему Это сделать Рахман Прекрасный поединок Мы с вами Уважаем друг друга При этом бойцы Да Третий раунд По-моему Еще лучше Чем второй Текдаун Навстречу Абдул Рахман Конечно Возвращает Все слегка То что отдал В начале Этой пятиминутки И еще Асланбек Еще мысль Такую Дополнит Что Ирмерсон Кавалканте Де Оливейра Этот парень Духом Не уступает Рахману Он сражается До последней секунды И причем Старается Это делать На равных Либо Быть лучшим Чем его Визави Из нашей страны Россий Видно Реваншист Конечно Ирмисон И те Наверное Именно Индейская кровь О которой Вы говорили Наверное Она тоже Сказывается Воин Настоящий Оба воины Рассечение Есть у Ирмисона Кавалканте На правой Брови Причем Такое Достаточно Внушительное Но при этом Нет Кровотечения Здесь Здесь контролирует Рахман Не отпускает Это очень важно В том числе Тактически Перед этим Вот как раз Но не то чтобы Даже отказался Он просто не принял У него были Свои планы В общем И Не принял предложение Не принял предложение Да Почему Или как Это уже Виднее Здесь уже Вопросы бизнеса Это бизнес Здесь возможность Договориться Очень непросто И поэтому Работа матчмейкера В любой лиге Очень тяжела Тяжела Да И люди не понимают Этого зачастую Но И вот в данной ситуации К сожалению Не удалось Договориться Но разве кто-то Будет упрекать организаторов Посмотрите Какую прекрасную Поединку Мы видим Ирмисон Кавалканте Попадает справа Достойный боец Кстати Ирмисон Подписал контракт Также с лига WFCA На три поединка Здорово действует Рахман По разным этажам Смотрите Как классно И очень эффективно Отработал Разно И попадает Сейчас Ирмисон Чуть-чуть Даже Ирмисон Чуть повело Вправо Но быстро Восстановился Конечно Тоже Еще тот Сам справа Пропустил На встречу Абдулрахман На встречу Попадает На встречу Справа Попал Но не так ощутимо Здесь эффект Самого падения Более яркий Посмотрите Как бескомпромиссен Ирмисон Понимает Он что уступил В этом Супер поединок В принципиальном Противостоянии С участием Рахмана Война Дудаева Другого поединка Не стоит ожидать Это уж точно Друзья Понаблюдайте За карьерой Этого бойца Я вам Рекомендую И поистине Желаю Наверное Этого сделать И он Очень многих Впечатляет Этот Сверхволевой Парень И причем Такой знаете Еще Он доброй души Человек В реальной жизни И как он Преображается В клетку Посмотрите Насколько Не может Смириться С этим поражением Ирми Сан Не хочет Он Все еще Все еще Пребывают В противостоянии Ты представляешь И что я так понимаю И сейчас Делает Ахман Дудайм Свой кульбит Ну а другой элемент Делает на одной руке Отжимание Тот самый Ирми Сан Кавалькан Дали Вера Хорошего парня Заполучила Мировая лига Ахмад В лице Али Рейра 30-27 30-27 Все раунда Все раунда Причем Ирми Сан Уже понял Как только Он услышал Unanimous Он уже понял Что Единогласный Начал Не соглашаться Опять с результатом Этого боя Слово Победителю Послушайте Единогласный Ахмад Субтитры сделал DimaTorzok